Многие из современных молодых людей интересуются вопросами питания, вегетарианством, сыроедением, питанием, праной и прочим-прочим, голоданием в том числе. Но и делают практически шаги в этом направлении. Кое-что у них получается, кое-что у них не получается. И то, почему получилось, и особенно почему не получилось, они не могут объяснить. Я для себя в свое время, так как я единственное постарше вас, вот такую книжечку выпустил в 2003 году. То есть я для себя разобрал питание. Ну, как бы сказать, вообще, каким оно должно быть, питание. Особо я вегетарианства не касался, особо сыроедения не касался, но тем не менее сам я этим делом занимался. И должен сказать, должен сказать, естественно, это требует большого понимания и организации. Все упирается в организацию. Можете ли вы организовать себе вегетарианский или сыроедческий рацион в любое время года и в любом месте. И вот, столкнувшись с вот такими вот проблемами, чисто организационными, я пришел к выводу, что легче так питаться, чтобы, нужно, чтобы комфортно было жить, чтобы ты не думал, а где там достать, там, салат, капусту, морковку, соки, моки и так далее, и тому подобное. Тем более, когда ты выезжаешь куда-нибудь, сразу встает вопрос, а где-то ты найдешь везти лист с собой соковыжималку или еще что-то, или еще что-то. Вот. Поэтому вот в этой книжечке, которую я для вас бесплатно раздаю, ну, там вы расскажите о ней, о моем сайте, о моем канале Малахов ПРО. Ну, если вам даже лень рассказывать, но вы желаете ее получить, я вам ее вышлю в электронном виде. Так вот, теперь, смотри на молодых людей, которые были вегетарианцами, сыроедами, и рассказывают о своем опыте, они не понимают, почему это с ними произошло. И вот я на их примерах начну давать кое-какие пояснения. Ну, вот смотрите, почему я перестал быть вегетарианцем. Да? Давайте, послушаем. Почти год я не ел мясо, курицу, яйца, не пил молоко. И сегодня пришло время это исправить. Ну, сразу же скажу, что год, ну, в принципе, этого достаточно года, чтобы разобраться в этом питании. Хоть на самом деле надо бы вообще-то побольше попробовать. Перестройка в организме идет не один год, она идет гораздо больше. Но, тем не менее, дальше послушаем. Сейчас я его начну жарить и походу объяснять, почему я решил начать есть мясо после года воздержания. В прошлом году я решил сесть на диету и похудеть. Частью моей диеты был отказ от... Вот, смотрите, сесть на диету и, значит, я называю это построенеть. Это неправильно. Это не диета. Это должен быть ваш образ жизни на все оставшиеся годы. Если вы думаете только для этой цели, у вас ничего не получится. Вот он, период диеты заканчивается. И у вас идет возвращение обратно на то питание, которое вы ввели, и образ жизни, который вы ввели до того, как решили постойнить. И во время вот этого эксперимента диеты ваш обмен веществ стал работать намного экономнее, особенно если вы были на растительном рационе. То есть ему требовалось, как бы сказать, прилагать усилия, чтобы белок там и жиры извлекать, знаете, из самого минимума. Поэтому ваш организм стал чувствительный и работать по максимуму. И как только вы возвращаетесь опять к прежнему питанию, представляете, то, что не было. И сейчас он, грубо говоря, мгновенно набирает то, что там было сброшено. Потому что сам организм, я так это называю, он пугается и заранее готовится к следующему какому-то этапу того, что пищи не будет. Вообще человечество в течение тысячелетий жило в проголодь. И поэтому усваивались любые питательные вещества, и они запасались. То есть организм всегда, как только испытательные вещества, он их хотел запасать, чтобы пережить какой-то тяжелый момент жизни своей, тяжелый период жизни. Вы должны это понимать, а вы ни хрена это не понимаете. Вы думаете, что сейчас на диете посидели и все. Сейчас пойдет, пойдет эта вся диета, она пойдет боком. Сначала это не так заметно, но потом это пойдет. Перестав есть мясо, я похудел, я сбросил очень быстро. Я чувствовал себя прекрасно. В принципе, и по сей день чувствую себя прекрасно. Смотрите, за счет чего происходит вот это вот сброс веса. Сброс веса даже происходит, ну, отчасти, конечно, и жировая масса уходит. Но просто-напросто человек, мышечная масса, его уменьшается. То есть, в основном, происходит сброс веса за счет того, что организм подготовился к новой реальности жизни. Он должен сейчас выживать, а для того, чтобы выживать, он, будем говорить, вот именно сжал свои все эти мышцы, сжал все свои, так сказать, потребности. И вот, чтобы вот в этом режиме выжить. Что касается жира, вот именно жира на животе, чтобы он сбросился, на боках сбросился, да, он немножечко уйдет. Но не так, как вы хотели. То есть, идет, идет именно общее уменьшение массы тела, но не жировой ткани. Так, как нам хотелось. Вот. Я занимался. Вначале, значит, мое тело, как бы, претерпело некие изменения, я в себе это чувствовал. Все это давало мне ощущение такой вот легкости, бодрости. Вот, смотрите, тело претерпело изменения, тело это внешне, организм начал перестраиваться. И, естественно, когда вес немножечко сбрасывается, а прежде всего, где он там сбрасывается? У нас очень много внутреннего жира, то есть в животе. И вот как только человек переходит на другое питание, да, то вот это вот в животе, где-то там идет сброс. Снаружи жир так особо таять быстро не будет. Вот. И масса. И, естественно, это выражается в некоторой легкости. Человек думает, о, хорошо, легче стал там, даже гибче может стал, и все это-то такое. Да, так оно и есть. Так оно и есть. Ну, а дальше? Конечно, у меня быстро кончались силы, в случае чего. Но я думал, что если я перестану с мяса, то я вообще там не смогу ничего. Значит, смотрите, вот такая фраза, кончались силы. На самом деле, на вегетарианстве, на сыроедении, там, там, таких физических сил особо нет. Но выносливость многократно увеличивается. Это я вам со своего собственного опыта скажу. То есть вы не можете что-то такое большое поднять, но зато вы можете двигаться там целый день, не уставать, и как-то все это нормально будет. Это положительные вещи этого процесса. Нет, буквально там, после двух недель отказа от мяса, я стал себя чувствовать прекрасно, но у меня появился один минус. Значит, я стал постоянно простывать. А! Вот смотрите, простывать. Значит, когда человек употребляет белковые продукты, а особенно мясо, то вот в этой книге на основе научных данных описано такое явление, как специфическое динамическое действие пищи. Что это означает? Это означает, что когда поступает кусок мяса на свое пищеварение, он требует, ну, мы говорим, огромных усилий организма, которые вызывают, мы говорим, такой, как бы, пожар внутри тела. И это, это и обогревает, и, как бы сказать, вот, дает какую-то такую, ну, ну, дает какую-то такую вот энергию. Если вы употребляете, допустим, капусту, салат, там, и так далее, и так далее, то специфическое динамическое действие не проявляется, продукты усваиваются там сразу, и вот этого, грубо говоря, пищеварительного огня особого нету. Поэтому, поэтому человек начинает мерзнуть, понимаете, для того, чтобы у вас обмен веществ был на таком хорошем уровне, значит, должны быть такие продукты, которые его стимулировали. Овощи, овощи, ну, если правильно их готовить, понимаете, каши, овощи, там, они могут это сделать, но человек просто-напросто начитавшись там каких-то, книжечек, не понимая этого, он, грубо говоря, садится на овощи, и все, сразу же идет понижение обмена веществ, специфического динамического действия пищи нету, и это выражается в том, что, что, мерзнут, но замерзностью, смотрите, что дальше последует. Я думал, что это связано с тем, что я бросил, есть мясо в зиму, я думаю, ну, понятно, там, немножко иммунитет упал или что, вот, но, когда я выздоровел, я заболел еще раз. Ага, ну, послушаем это. А потом весной я заболел еще раз, а потом летом я заболел еще раз, то есть за этот год, пока я не ел мясо, за этот год, пока я не ел мясо, я болел, наверное, 5 или 6 раз. Причем достаточно было вот просто прийти под кондиционер, небольшое дуновение, значит, ветра холодного, и все, я простывал. Вначале мне объясняли, что это, типа, организм привыкает, ну, как сказать, и перестраивается, но сейчас я подумал, что если я уже простываю летом, то дело идет зиме, а то зимой я, наверное, вообще не выдержу, да? Вот, и я... Вот, смотрите, теперь, вот этот отрезок никто не может прокомментировать внятно, почему это происходит. Прежде всего, смотрите, остывание, остывание, за счет чего оно происходит остывание? Остывание происходит за счет того, что если человек использует свежую растительную пищу, особенно зимой, когда ее нету, свежая растительная пища, которая растет на солнушке, против высыхания она борется путем того, что охлаждает себя, листочки вот эти, и оводняет себя, то есть, как бы сказать, старается напитаться жидкостью, ее испарить и охладиться. Вот эти качества пищи, вот видите, тут белки, жиры, углеводы не работают, вот эти именно качества пищи, хотя бы, хотя сказали, о, свежая растительная пища, да она ж такая полезная, она должна та-та-та-та-та, но не учитывается вот это вот главное, что она охлаждает и оводняет организм человека. Это приводит к тому, что особенно зимой организм человека будет охлаждаться, и любое охлаждение снаружи, да, внутренних охлаждений и внешне будет приводить к тому, что человек сразу же простывает. и не просто там, знаете, как бы сказать, он замерз, а именно так, как вот есть компонент оводнения в свежерастительной пище, потому что она в основном состоит из воды, то идет вот насморк, идет вот эта вода, пищеварительный огонь понижается, естественно, обмен веществ понижается, а иммунитет это тоже разновидность огня внутри организма человека. Это особый огонь, который должен сжигать бактерии чужеродные, пятая, десятая и так далее, и так далее. Он тоже понижается. И рождать от этого все начинаются вот такие вещи. Значит, у нас был в университете преподаватель, который говорит, вы должны сушить свое тело. Тело вам всегда подскажет. То есть, вот, если вы хотите там пойти и съесть помидор, вы должны пойти и съесть помидор. Но сейчас, в последний месяц, мое тело мне подсказывает, что мне нужно начать есть мясо. Значит, смотрите. В первую очередь, ну, наверное, с английского там перевод идет, они там путают тело и организм. Это у них одно и то же. Не тело, а организм. Организм, недополучая каких-то там веществ, он начинает через подсознание, воздействует на наше сознание для того, чтобы пополнить это. И, как правило, через подсознание нас стимулирует запахом, вкусом, видом, консистенцией пищи, что вот такой-то энергетики не хватает в нашем организме. Поэтому человек невольно забрасывает все остальное, тут ему не до любви, не до работы, не для какого-то творчества, а он стремится уравновешивать свой собственный организм. То есть, в данном случае, с позиции аюрведы, выходят из равновесия жизненные принципы, которые в организме есть. То есть, ветер, слизь и желчь, вот, где там, что там больше вышло. Ну, как правило, перевозбуждается ветер, то есть, возникает сухость и холод в организме. И хочется теплой, плотной, мягкой, в основном, как бы, жирноватой такой пищи, для того, чтобы вот это уравновесить. И человек стремится к этой пище, он ее может переедать. Не понимаю, почему она ему нравится, почему он переедает, почему у него возникает явление жора. Да, поэтому нам организм сам подсказывает, подсказывает, что, увы, ты не ведешь не тот образ жизни, ешь не то, что надо, для моего здоровья. Я начну есть мясо, и позже вам расскажу о том, как я себя чувствую после мяса. Что касается, значит, вот, вкуса. Вкус мяса мне нравится, но вот этот весь год меня абсолютно не тянуло получить именно вкус. Я, знаете, как, я не таял, вот, по мясу. То есть, да, может быть, когда я худел, мне охота было съесть, там, какой-то тортик или мороженое, но вот сказать, что я прям хотел съесть. Ну, это не обязательно. Еще разок я вам говорю, в основном тогда хочется такой вот пищи, это даже больше хочется типа каши, возможно, масляной торт, возможно, там, что-то там такое горячее съесть. И вначале это так не выражается, вот, как как бы схотелось, именно в процессе. Это в основном скажется туда дальше. Что хочется? Вот смотрите, все начиналось с того, чтобы сначала приобрести форму хорошую, тело стройное, но потом в процессе вот этого приобретения оказывается, что это вредно для здоровья. Понимаете? И уже не волнуют процессы, процессы стройности, а уже здоровье, это говорит о том, что что-то начинает происходить с организмом человека, то, что он не хочет. То есть, как бы сказать, идут побочные действия вот этого процесса, значит, построения, который начинает отражаться на его здоровье. Дальше там мы укажем. Вообще я сразу подчеркну, потому что я знаю. У женщин масса тела падает, прекращается менструальный цикл. процесс зачатия становится невозможным. Не хватает сил. У мужчины охлаждение, сама потенция, страсть выражается в виде огня. То есть, если нет огня иммунитета пищеварения, то, естественно, особо нет и огня для половой жизни. То есть, страдает желание. Уже, вы, может быть, станете скромнее в своих желаниях. Это все следствие того, что вы охлаждаете свой организм и высушиваете тем, что неправильно используете овощи и фрукты. Чрезмерно. Вот вы знаете, я был в Индии, так там что? И овощи и фрукты, и овощи и фрукты стараются как-то термически обработать, то есть, чтобы там была энергетика огня. И вот так они едят. И думаешь, что они испортили, допустим, там, грубо говоря, банан там жарят, еще что-то делают, еще там-то такое, переводят продукты. А на самом деле, видите, какая вещь связана, чтобы вот эти вот продукты не вредили здоровью за счет охлаждения и оводнения его. А в целом идет как-то подсушивание от организма. Не травоядная, да, то есть, если мы можем сказать, что возьми корову, там еще что-то. У коровы, там, кишечник в три раза длиннее, чем у человека. То есть, на мой взгляд, все равно люди должны есть мясо. Вот смотрите, вот было просто сказано, что вот если взять теперь пищеварительные системы, а здесь капитально описана пищеварительная система, прежде чем, знаете, строить свои какие-то там доводы, здесь все описано так, как это положено, как это величайшие умы творили физиологии. Так вот, смотрите, о пищеварительных системах скажу кратко. Пищеварительная система хищника, она короткая. Почему? Да потому, что там уже кусок этот мяса, это уже все тут, грубо говоря, питательные вещества спрессованы и так далее. Его надо быстренько так, и крепко, естественно, кислых соков огромадная. Быстрее только раз разрушить. Более того, мясо должно быть свежее, потому, что там используется удивительная такая вещь, как, ну, этот самый, расщепление пищи путем собственных ферментов. То есть, желудочно-кишечный тракт выделяет соляную кислоту, которая просто-напросто разрушает мембраны клеток, да, в мясе. Внутри клеток имеются там такие лизосомы, ферменты, с помощью которых клетка переваривает пищу, питаясь сама собой. Так вот, вот эти лизосомы лопаются, выходят эти ферменты, и сырое мясо под действием своих же собственных ферментов быстренько переваривает. То есть, им не нужен длинный пищеварительный тракт. Зачем он им нужен? Все, раз, 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 и все, у них есть. Излишки выбросили. Травоядные. Почему им нужен такой длинный пищеварительный тракт? Раза в три больше, а то еще больше. Да, причем там еще желудка там два бывает. Оказывается, оказывается, и чем они питаются? Мы видим, что они вроде бы питаются травой. Так вот, оказывается, вот эта трава, попадая в желудок, она начинает там, грубо говоря, измельчается, сбраживается, и на субстрате этой травы, травы, размножаются микроорганизмы, которые едят там целлюлозу, ну что-то там они там едят, да? Вот, они едят вот это вот, всю эту массу, будем говорить. И получается с этих микроорганизмов полноценнейший белок, белковая масса. Это как кит, вроде огромный кит, он что, есть там рыбу, там что он там ест, грубо говоря, что-то там крупное, нет? Он питается планктоном, планктон, мельчайшие там рачки разные, которые плавают. Вот, так вот, нечто подобное образуется в желудке у, там, у жвачного животного, вот эта огромная белковая масса, да, которая на растительную размноженность, потом она поступает уже в обыкновенный там желудок, в который уже начинается, как бы сказать, вот это вот пищеварение, то есть усвоение вот этого вот белка, там дальше пошел по тонкому кишечнику, и в этой, в тонком кишечнике идет вот это вот, значит, размножение вот на вот этом вот субстрате, вернее, там не в желудке, а именно в тонком кишечнике, идет размножение вот этих вот бактерий и всасывание, размножение и всасывание, и в результате коровы, там, жирафы, там, носороги, слоны питаются вот этой вот биологической массой, которая выросла у них на растительном субстрате, и поэтому вроде бы они травоядные, но на самом деле это такие отъявленные хищники, которые питаются маленькой, но живой массой, и такие огромные тела, то есть, вот что надо сказать было, не то, что он длиннее, а нахрена он ему длиннее, или короче, а надо объяснить, что короче это так, а длиннее это для того, человек, а вот человек где-то среднее, он может питаться и тем, и этим, а врач, он больше фруктовоядный, я согласен, фруктовоядный, и если фруктовоядный, вот там, где эти фрукты имеются, растут, то есть, я вам не зря говорил, что человек с помощью продуктов питания приспособится к региону, в котором он обитает, и потребляя продукты, которые здесь растут, его тело становится, организм становится идентичный этому участку, этому региону, поэтому он едино, целое с ним, его не возьмут ни сквозняк, ни то, ни сё, ни пятое, ни сятое, когда вот так вот происходит, искусственно, мы себя выдернули, и вне сезона года употребляем, мы получаем вот такие результаты, а потом думаем, о, вегетарианство, а чё ж она не работает, о, сыроеден, она закономерно так и работает, как и надо, показывая нам, глупым людям, что я-то работаю так как надо, просто вы применяете меня не тогда, когда надо, живёте в Африке, значит, вы там в Африке в жару и употребляете то, что там растёт, и нормально себя чувствуют, и кое-когда там мясо перепадает, там раз в месяц они там кого-нибудь забьют, и всё, для них это там нормально, вот, а когда сыроед или вегетарианец будет там у эскимосов, где там минус 40, минус 60, да он нафиг на этой еде высохнет и замёрзнет в первые же сутки, поэтому они пьют жир для того, чтобы холод и сухость там на Камчатке у эскимосов их не высушили, представляете? Вот для чего. А то таких вот объяснений, вот, знаете, я вот слушаю и слушаю вот эти все объяснения людей, которые вот так вот сделали, показывают, но они не могут объяснить, а почему это происходит, что это происходит, вот у меня опыт такой был, ну хорошо, что опыт такой был, объясни его. хочу вам сказать, что если вы хотите попробовать такой эксперимент, я рекомендую, раз в жизни надо попробовать всё, ощущения действительно прикольные от отказа. Вот. Вот, смотрите, ощущения у вас только будут, что прикольные от отказа, а дальше что за ощущениями, что вы хотите добиться, что, что, ну, что это принесёт вам для здоровья, что это принесёт ещё для чего-то, вот оно важно. То есть, надо сначала поставить цель, а потом искать средства, а тут сначала берутся средства и смотрят, а что получится, а получается вот такое, ни туда, ни сюда. то есть, этот опыт просто-напросто слегка расшатал организм человека, но он молодой, и я думаю, всё это нормально справится, всё это нормально будет. Но, если это повторится несколько раз, особенно со сбросом, с целью сброса веса, особенно у женщин, это начинает от раза к разу наносить вред ихнему здоровью, что обмен веществ потом вырастает всё больше и больше, в смысле, они поправляются, да, и дальше не могут ничего не сделать. Ну, а сейчас у меня уже подходят, как сказать, вторые две минуты, сейчас я буду убавлять температуру гриле, потому что мы по две минуты обжариваем на каждой стороне, а после мы уже на медленном огне жарим по девять минут на каждой стороне, и мясо готово. Если кто-то любит очень сухое, можно ещё пару минут дожарить. Кстати, я недавно смотрел статистику, в которой... Давайте немножечко я скажу сейчас про мясо. Почему прожарить дальше внутри? В мясе животных огромное количество паразитов. Употребляя непрожаренное мясо, вы можете употребить тахинокок, ещё чего-то, ещё чего-то. То есть паразитов такое огромное количество, огромное, огромное вселенное целое, понимаете? И мы только знаем одних, а там ещё и другие, которых мы догадываемся или там открываем. И всё это, естественно, сделает своё дело. Потому что если паразит рассматривает кусок мяса, в котором оно есть, как питание, то попадая вместе с таким питанием внутрь нашего организма, он, естественно, и нас будет рассматривать как кусок мяса, которое можно безнаказанно есть. Довольно. То есть организм через подсознание сообщает, что это то, что надо, тот продукт. Сразу в этом деле самый главный лук. В этом деле самый главный лук. Вот смотрите, а зачем лук? Лук обладает острым вкусом, который стимулирует огонь пищеварения. Это сказано здесь? Это не сказано. Главное лук. Что главное там главное? То есть ничего тут не сказано, понимаете? Лук нужен для того, что симулирует огонь пищеварения. и при случае, если мясо плохо прожарено, вдобавок убить тех микропаразитов, глистов и так далее, которые могут к нам с непрожаренным мясом попасть. Вот еще лук, да? Далее, вот все это дело, все это дело, ну, человек просто показывает, он ест мясо, ясно, понятно, я с ним согласен. Но, чтобы вы знали, для того, чтобы правильно употреблять мясо, вот, когда оно сможет перевариться, как следует, и дать вам максимум пользы, надо это все делать с овощным салатом. вот здесь свежие овощи с кусочком вот этого обжаренного мяса, причем овощей по массе должно быть раза в три больше, чем а то в четыре, чем этого мяса, вот тогда все это переварится, создать такой бульон, который необходим нашему организму, и все это переварится так, как надо будет. А так, если одно мясо есть, понимаете, ну, как бы вам сказать, клетчатки там, естественно, никакой нет, организм его все переварил, что-то всосал, и практически особо и мало выделять, то есть, если на мясе так сидеть хорошенько, плотненько только мясо, то могут возникнуть и запоры от мяса, а вот именно надо с овощами, тогда правильно идет усвоение. Ну, о своих ощущениях я вам расскажу завтра или послезавтра, надеюсь, что все будет. Видео я решил записывать не на следующий день, а через месяц, чтобы посмотреть, какие изменения я смогу заметить. Прошел месяц, я продолжил есть мясо, курицу, пить молоко, есть яйца. Принципиальных изменений я не заметил. Я не набрал вес, я не стал намного сильнее. Первые пару недель я чихал, у меня были какие-то аллергические реакции, но сейчас все стало на круги своя. О, вот смотрите, теперь питание, грубо говоря, белковыми продуктами животного происходения и аллергическая реакция. Опять-таки, почему, что, ничего не сказано. Организм, организм наш, когда попадают пищевые вещества внутрь нашего организма, особенно для аллергетиков, я вот рассказываю, у них, во-первых, еще печеночка плоховато работает, ну ладно. Значит, вот эти вещества, белки, чужеродные белки, мясо, это чужеродный белок, они всасываются, могут напрямую всасываться в организм человека, в кровь, значит, и как чужеродный белок, значит, на него идет реакция, действительно, аллергическая такая реакция, то есть, к этому надо, опять-таки, приспособить свою пищеварительную систему, настроить свой иммунитет, то есть, пищеварительная система, иммунитет настраивается на работу с определенными продуктами, которые у нас в регионе, так было в течение веков и тысячелетий, это сейчас все изменилось, мы берем откуда-то с Южной Америки или еще чего-то, то есть, с разных стран света сюда привезли, сгрузили, вкусно, ага, давай этот самый, а нет, у нас не приспособлена наша пищеварительная система, у нас еще не выработались вот эти специальные, грубо говоря, антитела и так далее, которые должны удачно взаимодействовать с пищей, наше организмство с пищей взаимодействует, и когда резко какие-то пищевые вещества поступают в него, он должен настроиться, пока он настроится, вот возникают вот такие аллергические вещи, то есть, я вот это вот, смотрел все эти видео, я их могу все прокомментировать, что, чего там происходит, и почему это произошло, а не просто там, а, какие там аллергические реакции, настроилось пищеварение, настроился организм, настроилось иммунитет, настроилась лимфатическая система, и на то, чтобы использовать эту пищу, и дальше она уже начинает, грубо говоря, там она действует, есть еще такой понятие, как пищевой лейкоцитоз, и вот пищевой лейкоцитоз, почему, его бы не было, если бы вначале употреблялась свежая пища в виде салата с мясом, потому что на свежую пищу, на растительную, его нету, на вареную, на жареную, на вот такую вот термически обработанную пищу животного происхождения, он есть, так, ничего не поправился, да, пока человек молодой, я вижу, если он там оперирует после 30, а мне после 60, разница есть, да, сколько прожил, столько я уже два раза прожил, естественно, опыт имею, но опыт надо еще правильно интерпретировать, так вот, пока оперируем таким понятием, как жизненная сила, когда в организме человека потенциал жизненной силы еще большой, а в 30 лет, это не в 60 лет, она хорошо держит форму, форму, то есть, ее, в основном, не столько мясом выводят в форму тела из правильного состояния, как больше крахмалистые продукты, больше вот это вот, мешанина крахмала, жиров и сахаров, вот это вот прет вовсю, а мяса нет, оно не будет именно на форму тела так влиять, более того, усиливая реакция специфического динамического действия пищи, будет более-менее так его содержать еще в норме, то есть, все это будет. Для себя я сделал вывод, что мясо я буду есть немножко меньше, потому что знаете, уже после 30, когда наешься много мяса, потом на следующий день тяжело, то есть, сильно много его не надо, как бы. Ну что, объясни, ну, почему тяжело после мяса? Да потому что мясо расщепляется, белковые продукты животного происхождения на свое расщепление в организме требуют больше всего энергии, поэтому вы загрузили мясо, пищеварение это огромная нагрузка на самом деле, просто здоровый организм ее не чувствует, да, а вот когда начинает слабеть, а тем более болеть, вот тут и начинается, поел, он может вообще не переварить, больной человек, ему дали, там думают, а он сейчас его накормил, а он не может переварить, и эта пища вместо того, чтобы питать, начинает гнить, начинает отравлять, ему хуже становится, так точно и здесь, когда человек, вот такой, хороший шмот мяса, а мы, как правило, можем усвоить, но определенное количество, любого вещества, в том числе и мяса, мы его съели, у нас хватает сил, мы его, перевалили, растасовали, и все нормально, да, когда большее количество, уже больше на русском, на организм человека, и уже тогда возникает вот такие вот явления, а вот если бы он его съел бы с овощами, с овощным салатом, как я до этого говорил, вот этого тяжести не было бы на следующий день, потому что вот именно овощи, за счет своих там ферментов, за счет вот этой структурированной воды, за счет всего своих там витаминов, минералов, позволяет, как бы сказать, вот это мясо оживить, оживить, да, и лучше его, организм гораздо лучше его усваивает, и не чувствует никакой особой тяжести, вот в чем разница, то есть мясо одно, тяжело, мясо с картошкой, с углеводами, крахмалистыми особенно продуктами, еще тяжелее, с жирами еще тяжелее, а вот с овощами свежими салатками, с салатиками, переварится так, легко и просто, и даст вам пользу, разницу вы чувствуете, что я говорю, и что вам говорят наши, все должно быть в меру, но на будущее я знаю, что у меня еще будут периоды в жизни, когда я буду отказываться от мя, смотрите, вот эта вот фраза, я не хочу на этого человека там сказать, что-то там плохое, общепринятая фраза, все должно быть в меру, вот когда говорят вам, все должно быть в меру, это говорит о том, что, ну люди не понимают вот этих особенностей, вот этого процесса, о котором они говорят в меру, в меру там питаться, в меру выпивать, в меру зарабатывать, в меру творить, в меру еще чем-нибудь заниматься и так далее, то есть почему в меру, да потому что это тяжесть на организм, а вам надо жить, как бы сказать, вот в кайф, вам должно быть хорошо, съели мясо, там что-то потворили, полюбили, еще что-то, и вам хорошо, а не то, что вы потом дышите, как загнанная лошадь, из-за того, что переели, перепели, перелюбили, переработали, и упадется, и буду на такой вот легкой, вегетарианской диете, потому что, когда отказываешься от мяса, действительно становится легче, такое ощущение, что ты не идешь, а как будто летишь, да, вот смотрите, а почему идешь и летишь, опять-таки, с позиции жизненной силы, пищеварение, это нагрузка, на мясо, если постоянно его, больше вашей жизненной силы, поэтому, куда лететь, больше растительной пищи, естественно, меньше нагрузка на пищеварение, вы полетите, но, вот, 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 как бы сказать, а почему, что, как бы, если я противоречу, берите в расчет то, что свежая растительная пища, должна приниматься по сезону вода, и она обладает охлаждающими, качествами, поэтому, вот, и тут надо баланс держать, почему слегка надо тушить, то есть, тогда у вас будет нормально, и когда вы будете соблюдать этот баланс, между, животной пищей, и растительной, тогда, естественно, у вас дело и пойдет хорошо, вы будете чувствовать, вот, ну, для этого действительно надо опробовать что-то, но правильно интерпретировать, не то, что стало легко, да, мне там легко, а за счет чего это легко, вот, когда вы начинаете понимать, тогда вы осознанно начинаете это делать, а если вы это не понимаете, так легко, тяжело, и так далее, и думаете, ага, это вообще мне легче, я, значит, буду их постоянно есть, и получается, палочку перегибаете в другую сторону, и получаете совершенно противоположные результаты, болячки, которые у вас не было, они там появились, вы не знаете, как от них избавиться, вроде же легко было, а почему сейчас, а как, а что их то, и никто вам не подскажет, мало людей, которые знают, вот эти тонкости, могут вам разжевать, и в рот положить, ё-моёс, но, с этим злоупотреблять нельзя, потому что, я говорю, вот, я не ел мясо, я простывал, и, значит, я прям чувствовал, что мне опять необходим, вот этот вот, животный белок, теперь вы поняли, почему он простывал, и вы будете простывать, если вы так будете, бездумно, сидеть на ветеринах, мясо и сыроедение, важно понять, важно из всего, извлекать информацию, и извлекать полезные вещи, вот, ну, а вам всем могу сказать, что, если у вас есть желание, попробуйте отказаться от мяса, то, пожалуйста, попробуйте, я считаю, что вы получите кучу, положительных эмоций, поначалу у вас будет, такое просветление, вы будете думать, что вы умнее всех, вот, знаете, вот там, йогой люди занимаются, у меня, да, у меня был такой момент, я думаю, о, как я очистился, а потом я стал замечать, что мозгу не хватает питания, то есть, какие-то умственные задачи мне стало тяжелее, то есть, физически нормально, я думал, что когда я не буду есть мяса, у меня не будет сил, нет, силы были, все нормально, я занимался, но вот именно, мне морально, да, как бы, и вот умственную работу было сложнее делать, сейчас, смотрите, опять-таки, а почему умственную работу было сложнее делать? Потому что, потому что овощи, охлаждая организм, усиливают жизненный принцип ветра, движения, движения в организме, особенно мысль, это движение, и память, а память, это должен быть, как бы сказать, покой, надо из памяти вынуть, туда, значит, грубо говоря, положить информацию, чтобы все это, процесс должен быть такой, знаете, гармоничный, с соблюдением определенной там последовательности и скорости, когда скорость увеличивается, в результате перевозгружения жизненного принципа ветра от сырой растительной пищи, информация о человеку, если что-то видеть, она у него, грубо говоря, там в голову влетает, не успевает зацепиться за память, в голове, вернее, не в голове, голова, это мозг, это, как бы сказать, железо, а программа, программа, это совсем другое, понимаете, как компьютеры, есть железо, жесткий там диск, процессор и так далее, а есть программа, и только железо с программой взаимодействует, так вот, скорость программы увеличивается от всего этого, ну, поможет, а процессор отстает, и поэтому получается, что какой-то хаос в нашем сознании, мы не можем сосредоточиться и решить обстоятельства, какую-то жизненную проблему, жизненную задачу, и в результате, в результате, вот то получается, о чем он говорит, то есть это видео, понимаете, вот как раз ярко иллюстрирует то, о чем я вам говорю, я вот, ну, может, случайно его вообще-то взял, подобрал, там вижу, там еще куча сыроедов и так далее, которые можно, которые можно разобрать, а можно оставить без разбора, вот, чтобы вы понимали, что все это влияет на все существо человека, на мышление, на восприятие, на сон, ну, о другом я уже говорю, и вот это вот, якобы там просветление, да, знаете, когда потихонечку, фу, за счет, за счет уменьшения в жидкостях нашего организма, в каких жидкостях, это межклеточные жидкости, вот той вот нагрузки пищевой, которая у нас остается от сахаров, от белков, от, ну, все, что мы, грубо говоря, сваливаем туда, потому что пища у нас всасывается в кровь, и из крови она, прежде чем питать клетку, она должна пройти вот эту вот межклеточную жидкость, межклеточную жидкость, и вот тут-то и стоит болото, понимаете, пищи столько много, то есть отсюда выходят шлаки, да, из клеток, они должны выделяться, а отсюда идет волна питательных веществ, потому что мы едим, вот просто нам захотелось там, вкус потешит, а нету чувства голода, и в результате вот там получается вот такое вот болото, и как только оно просветлевает, появляется легкость, и естественно голова лучше работает, но потом за этой легкостью дальше, когда идет перегиб палки, наступают совершенно другие явления, о которых вот тут и говорит этот молодой человек. Все в норме, чувствую себя прекрасно, вот, и как я уже сказал ранее, я думаю, что на следующий год тоже я возьму там, каких-то 2-3-4 месяца, может быть, не буду есть мясо, чтобы организму было полегче, ну собственно, вот такой у меня был опыт, есть у вас есть какие-то вопросы. Вот смотрите, чтобы стало полегче, да, так оказывается, в системе христианства, есть периоды, которые называются постами, для того, чтобы исключив пищу животного происхождения, мы с вами смогли очистить вот эту вот жидкость, межклеточную, и почувствовать себя легче, потому что перебор, огромное количество, я говорю, продуктов в виде сдобы, в виде животной пищи, в виде всего-всего-всего, особенно те, которые потребляются, вот там, в зимнее время года, все это ведет к тому, что человек тяжелеет, что ему становится тяжело, что все это предрасполагает уже к появлению тех или иных болезней. И вот для того, чтобы это сделать, достаточно действительно грамотно попаститься, а именно, мы не используем пищу животного происхождения, которая дает, как бы сказать, аллергические реакции, мы тем самым, исключив ее, снимаем нагрузку на наш иммунитет, на нашу лимфатическую систему, на нашу вообще выделительную систему, потому что белок выводится, хуже всего, через там почки. Облегчаем себя работу организма, то есть мы профилактически ставим себя в такие условия, которые позволяют организму себя, действительно, естественным образом очистить, приятное, так сказать, и хорошо, и подремонтировать. Ну вот, что я хотел сказать вам по этому видео, видео, чтобы вы понимали разницу между, он говорит, моим каналом, в котором я могу разбирать серьезные вещи, о которых мало, кто вообще смыслит и понимает, и просто, людьми, которые имеют опыт, выскажали это. Я сразу вижу их опыт, к чему он привел, какие процессы у них были, к чему они привели, и ясно и понятно рассказать, почему это произошло вот именно так, а не иначе. Ну, до новых встреч!